В Новосибирске выросло количество детей, которые бесплатно получают спецпитание. Сухие смеси, творожки и йогурты. Молочные кухни становятся популярнее. В Новосибирске их активно развивают. Какие изменения произошли на предприятии за год, узнал Александр Сульдин. Спасибо вам. Полдень. Ольга Гелёва пришла за творожком и кефиром для племянницы маленькой Сони Годик. Для роста нужны натуральные и полезные продукты. Мы ездили на телецентр, это очень далеко. Нам здесь очень понравилось, очень удобно. Всё устраивает. Рядом с домом вообще замечательно. Ольга ходит сюда, на Киевскую 11А, месяц небольшим. Здесь логистический центр городской молочной кухни. Собирают запасы питания для всего мегаполиса. Развозят в пункты выдачи. Вот здесь два палета идёт на Весеннюю. Один палет идёт на Новоуральскую. Один палет идёт на Димакова. Здание капитально ремонтировали. Здесь современное складское хозяйство, быстрая погрузка, удобная доставка. Это средне-температурная камера для хранения сырья, для которого необходимо соблюдать режимы холодовой кухни. В данном случае здесь сейчас хранится наполнитель, натуральный наполнитель для детских кисломолочных продуктов. Всего на этом складе сейчас 11 тонн продукции, в том числе и 7 тонн вот такой вот каши. Продукт полностью натуральный. Смесь кукурузной муки с молоком. Достаточно добавить воды и можно есть. Всего того, что здесь сейчас находится, хватит для малышей Новосибирска на три месяца. Такие каши, специальные смеси и творожки дети из семей льготников получают по назначению врача бесплатно, чтобы укрепить организм. Сырьё только натуральное. Йогурт в порт с повышенным содержанием белка, с наполнителем апельсином. Работаем на полном цикле. То есть нам приходит сырое молоко нормализованное жирностью 3,2%. И уходит производство. На выходе мы получаем вот кефиры, творожки, бифидокефиры, йогурты. Молочные кухни удалось сохранить не во всех регионах страны. Новосибирская область – счастливые исключения. Предприятие активно развивается. Мы прогнозируем, что в следующем году категория детей, которая будет нуждаться, еще увеличится. По городу Новосибирску рост составил около 700 детей. Поэтому, конечно, эта услуга будет более востребована в следующем году. Мы к этому готовы. Помимо капитального ремонта, здесь, на Киевской и расширении ассортимента, молочная кухня приобрела два автомобиля для перевозки продуктов. Кроме того, сделали капитальный ремонт в пункте выдачи на улице Кропоткина. Александр Сульдин, Олег Королевец, Новосибирские новости. Последние новости. Субтитры создавал DimaTorzok